Всем привет! В эфире Универ Ньюс и сегодня в студии Булат Ханиев. Специально для вас мы подготовили самые интересные и яркие новости студенчества. Возможно все. Институт Латинской Америки РАН откроет в Казанском федеральном новую кафедру. В инжиниринговом центре для студентов прошел семинар-форум «Молодежь против экстремизма и терроризма». Волга Fashion Week. Мелодии Азии покоряют казанский подиум. В Казанском федеральном рассмотрели возможность развития ибероамериканистики. В стенах Alma Mater. Что скрывается за редким словом ибероамериканистика, а самое главное, к чему она приведет, ты узнаешь прямо сейчас. Казанский федеральный начинает плодотворное развитие ибероамериканистики. Отметим, что данным термином принято обозначать те части мира, которые объединяют испанские и португалоязычные государства Европы и Латинской Америки. В связи с этим ректор КФУ и временно исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук Виолетта Тайр подписали соглашение о сотрудничестве. Начиная встречу, Ильшат Гафуров рассказал о том, что представляет собой Казанский университет сегодня. Доклад ректора о стратегии университета способен снять многие вопросы о том, как будет развиваться совместная работа. Ведь все сказанное прекрасно подтверждают уже подписанные соглашения о сотрудничестве с исследователями из Дубны, Японского исследовательского института Рикен и таких примеров еще множество. Мы имеем возможность работать во всех лабораториях, при этом без оплаты. Более того, они наши студенты, аспираты. Подписанное соглашение предполагает развитие совместных проектов. Одно из первых действий – это открытие базовой кафедры в стенах КФУ. Тем более, что сам регион стран Латинской Америки интересен не только с гуманитарной точки зрения. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. В Казани прошел Digital Performance, где молодые бизнесмены и предприниматели представили свои проекты и рассказали, как создавать свой бренд. Мы обратили внимание на презентацию первого в России проекта по кэшбэк-сервису. Если тебе, как и нам, интересно, как еще больше сэкономить, то следующий сюжет для тебя. С математикой все просто. От любой суммы, которую вы тратите, мы возвращаем вам 30%. Сейчас вы начнете, наверное, думать, о, там какая-то схема, эти 30% там надо что-то пополнить. Ничего не надо делать. Все элементарно просто. За последнее время новомодное явление кэшбэк появилось почти во всех сферах жизни человека. В продуктах питания, в банковской системе при получении кредитов или покупках в интернет-магазинах за все возвращаются деньги. Но кэшбэка в сервисе сотовой связи не было еще никогда. Первооткрывателем стал проект BlaBlaFone совместно с BeLine. Его презентация прошла в Казани на Digital Performance. Почему мы выбрали Казань? Потому что первоначально мы направили этот кэшбэк-сервис на экономию сотовой связи для студентов. Потому что мы возвращаем 30%. Для них это очень выгодно. Поэтому мы выбрали Казань на третье в списке по количеству студентов в России. Важной особенностью проекта для абонентов стал не только возврат 30% от затрат, а сохранение личного номера при переходе от другого оператора сотовой связи. Проект вызвал резонанс очень быстро. Уже по окончанию мероприятия появились люди, пожелавшие перейти на новую сотовую связь. Я являюсь абонентом МТС. Но после сегодняшнего мероприятия, безусловно, я думаю, что подключусь к BeLine. Кэшбэк в наше время, я думаю, это отличная возможность сэкономить и вернуть какую-то часть своих трат. В особенности для студентов, которые, не знаю, кто-то получает стипензию, кто-то нет. И все хотят сэкономить, все хотят откладывать деньги, у всех свои нужды и потребности. Поэтому это очень классный проект. По поводу кэшбэк-сервиса, до этого сама активно им пользовалась, но им пользовалась именно в интернете. То есть это онлайн-покупки, поскольку сама почти всегда покупаю все через интернет. Сейчас услышала, что есть возможность на связи экономить. Знала, что такие проекты пытаются запустить. И думаю, что да, это интересно, потому что всем понятно, что компании глобальные, такие как МТС, Мегафон, BeLine, они зарабатывают на нас, да, мы их клиенты. И здорово, что теперь какую-то часть их прибыли мы получаем, в общем, как-то обратно. Теперь у студентов в Казани появился новый способ экономии и даже заработка. Об этом можно подробнее узнать на сайте проекта blablafon.ru. Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. Студенты Набережной Челнинского института КФУ узнали об угрозах и пагубных последствиях для человека и общества, которые несут терроризм и экстремизм. В инжиниринговом центре КФУ для студентов прошел семинар-форум «Молодежь против экстремизма и терроризма». В нем приняли участие около 300 студентов, администрация института и приглашенные гости. Помощник прокурора города Набережной Челны Эльнар Гарипов, методист-психолог Центра психолого-педагогической помощи «Диалог» Вера Никулина. Помощник прокурора города рассказал студентам о борьбе с терроризмом и уголовной ответственности за распространение и пропаганду террористических идеологий. Работа с терроризмом и экстремизмом на сегодняшний день носит такой обширный характер, то есть не только работа правоохранительных спецслужб, но в данном случае каждый из нас, каждый гражданин, каждый житель нашей страны также должен понимать, что его роль в данной работе также имеет актуальное значение. О синдроме жертвы и как не попасть под влияние террористических группировок студентам рассказала методист-психолог Вера Никулина. Она призвала студентов быть бдительными и внимательными при общении в социальных сетях. А помощник директора Набережной Челнинского института КФО напомнил учащимся об официальном сайте института. В нем есть раздел, в котором студенты могут узнать об угрозах и пагубных последствий для человека и общества, которые несут терроризм и экстремизм, а также ознакомиться с законодательной базой по данной теме. Я думаю, это очень важно для нас, потому что мы сейчас современная молодежь, наше будущее поколение, оно как бы более современное, и мы должны более вникать в эту тему и более как бы обширно думать о ней. В Казани завершилась международная неделя моды «Волга Фэшн Уик». Главным событием недели моды стал показ в Корстене. Его открыл перформанс Алисы Гагариной. Как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. С 28 по 30 апреля в Казани состоялась первая и масштабная международная неделя моды «Волга Фэшн Уик». В течение трех дней у казанцев была возможность пообщаться со звездами, известными модельерами и начинающими дизайнерами, поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции о тенденциях в моде Востока и сезону весна-лето 2017. Сегодня 30 дизайнеров будут презентовать свои коллекции одежды. Половина из них – это персональные показы, то есть это коммерческие коллекции, которые уже успешно продают свой бренд, и половина – это молодые начинающие модельеры одежды. В числе гостей «Волга Фэшн Уик» были представлены продюсеры и теоретики в сфере моды, организаторы модных показов, художники, редакторы фэшн-изданий. Мы выбираем одного из дизайнеров, представленных, которому дарим грант на абсолютно бесплатное участие в нашем проекте в Москве, после которого он получит нужные контакты и именитых личностей, и, естественно, пресс-поддержку хорошую, и в том числе и партнеров, которые смогут помочь ему в реализации своих идей и в масштабировании бизнеса. «Волга Фэшн Уик» стала богатой на новые имена и открытия в области фэшн, ведь в этот день презентовать свои коллекции решили не только дизайнеры из Казани, но и всего по Волжье. Около шести лет моему бренду, ну, грубо говоря, бренду, да, то есть, но именно эту линейку я начала создавать, наверное, около двух лет назад. Мне захотелось чего-то необычного, то есть, потому что надоели очень аксессуары серые, невзрачные, обычные, стандартные, и захотелось как-то уйти от этого. Мы используем только натуральные ткани, которые сотканы вручную по тем традициям, которые из года в год, из века в век передаются. Нити, они сначала изготавливаются, потом складываются в небольшие пучки и окрашиваются. И после того уже, как открашенные нити готовы к использованию, они вот превращаются вот в такое полотно. Хедлайнером вечера стало представление коллекции Алисы Гагариной «Гост Инзешал». Дефиле больше напоминало театрализованное представление. Из глубины подиума выплывали сказочные женщины-птицы в золотых перьях. На этом у меня все. Смотри «Универ Ньюз» и следи за нашими новостями в социальных сетях. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok